Здравствуйте, меня зовут Петренко, Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект, изучаем ПВК-контроллер, электронику, электротехнику. Сегодня продолжим наше знакомство с сервоприводом от компании Delta. Это у нас сервопривод ASDA2. Хоть я везде искал инструкции именно на ASDA2, к сожалению, я не нашел, есть только инструкция на ASDA2. Давайте сегодня реализуем следующую задачу. По протоколу MatBus RTU, интерфейсера 485, дадим команду сервоприводу поиск HOME исходного положения и сымитируем наличие датчика. Датчик HOME, то есть подадим команду по протоколу MatBus RTU в регистр входа, о том, что у нас датчик HOME обнаружен. Я настроил сетевые параметры, такие же, как в сервоприводе. Здесь вот у нас COM-порт. Я использую преобразователь USB VRS 485, но пределился как COM-порт 6. Скорость передачи данных 38400, 8 бит данных, контроль учетности отсутствует 2 стоповых бита. Напускаем OPC сервер и смотрим на конфигурацию. Здесь у нас входы с DI1, это у нас 10-тичная система исчисления, адрес регистра 532, либо 214 в 16-тичная система исчисления, и вход DI8, ну, то есть, соответственно, вход DI2 и по DI8. 546, адрес регистра в 10-тичной системе исчисления, либо 222 в 16-тичной системе исчисления. А также у нас есть регистр энкодера двигателя, это у нас 1312 в 10-тичной системе исчисления, либо 520 в 16-тичной системе исчисления. Итак, давайте мы дадим команду поиска исходного положения. Смотрим инструкцию на сервопривод. И здесь видим, что это команда 24. Эту команду мы же подавать на все дискретные входы, во все регистры дискретных входов по протоколу МОДАС РТО. 24 это датчик HOME команда, а вот команда поиска исходного положения это 27. Обращаю внимание, что здесь команда завезет в 16-тичной системе исчисления. Соответственно, 27 это у нас будет в 10-тичной системе исчисления 39. И еще нам обязательно нужно включить привод. Это у нас будет команда 1. Дальше возвращаемся к мастер-пси серверу. И, допустим, на вход DI6, здесь у меня уже команда включена, на вход DI6 подаем команду включить. Это у нас 1. Дальше на один из входов, к примеру, на DI3 подаем команду 39. Поиск исходного положения. Итак, мы видим, что значение энкодера меняется, и серверный двигатель запустился. Дальше мы обращаемся к инструкции и смотрим код обнаружения датчика по протоколу MadBassR2. Это значение 24. 24 у нас в 10-тичной системе исчисления будет 36. Пробуем в этот же регистр записать значение 36. Пишем значение 36, и ничего не меняется. Как он на серверный двигатель вращался, так и вращается. Но опытным путем я пришел к тому, что сюда могу записать значение 35. Пишу значение 35, и у нас серверный двигатель останавливается и начинает потихонечку-потихонечку вращаться в противоположном направлении. То есть он как бы достиг датчика исходного положения, и потихонечку в противоположном направлении вращается и немножечко отходит от этого датчика. То есть если я дальше запишу значение 0, допустим 35, это мы имитируем то, что датчик у нас с работом. Дальше мы имитируем, что у нас исполнительный механизм отошел от датчика, немножко вернулся, и смотрим, что дальше происходит. Дальше происходит сброс счетчика энкодера. И вот когда я работаю по протоколу MatBusRTU в режиме положения, то есть задаю исходное положение, здесь можно задавать 64 точки. Вот когда здесь пишут 35, серво двигатель выполняет команду и уходит, то есть он отрабатывает, приходит в нужное положение, исполнительный механизм. Если 36, то не получается. Не знаю, это либо связано с тем, что я все-таки не могу найти на инструкции непосредственно на ASD-A2, а нахожу на ASD-A-A2. Вот такая ситуация. На этом небольшое видео завершаем. Спасибо.